Идеи вынаходников с Гомеля, Минска, Бреста, Могилёва, Пинска, Витебска и других городов Украины. Это выстава – початок биржи деловых контактов. Наведать я ей, встретиться с авторами инновационных проектов, приехали представники предприемства в Гомельской области. Для обо двух боков эта махчимость наладить взаимовыгодное сотрудничество. Я предлагаю вниманию коллег две разработки. Это электролизно-водный газогенератор и станок термопласт. Эти приборы достаточно полезны и уникальны. Любой отрасли промышленности может найти своё применение. Я очень надеюсь встретить заинтересованных партнёров на этой бирже. Я представляю государственному строительному колледжу свою разработку. Это система реабилитации после инсульта. Конкретно так инвесторов пока ещё на данную разработку не найдено. На данном форуме появляется возможность найти потенциальных инвесторов для разработки, найти возможности и новые контакты. Практика проведения таких сустреч снуёт с 2015 года. И кожные мероприемства – это ещё один крок на шляху инновационного развития региона и коммерциализации навыковых идей. Некоторые инновации, презентованные на минулых сустречах, зараз применяются на промысловых предприемствах. Причём не только в Беларуси, а и в России, Казахстане, Польше и инших краинах. У нас в стране существует целый научно-инновационный конвейер, который позволяет довести разработку от научной идеи до практического применения. Структура инновационного характера, так называемые технопарки, технополисы, бизнес-инкубаторы. Вот одна из наших сегодняшних площадок. Она показала свою эффективность и мы сегодня, я думаю, подтвердим это снова. До речи на передопошней сустрече было заключено 14 договоров об супрацовнестве и протоколу об намерах. На этот раз подписали 16 документов. Организаторы удокладняют, что это не кончатковая личба. Документальное оформление супрацовнества по между дельниками биржи протягивается и после ее проведения. Естественно, я всё время, сколько я бываю на бирже, всё время есть какие-то представители из Гомеря. Вот же вот и рука реабилитационная тоже. То есть люди талантливые и в дальнейшем они могут где-то себя найти и рисовать какие-то новые идеи, новые проекты уже на предприятиях дальше.